Экспрессин, Швеция. Мошенничество, которое потрясло мир. Юнатан Ларсон. Экспрессин, Швеция. 27 сентября 2019 года. Это был один из самых нашумевших спортивных скандалов современности. Спортивному миру редко когда доводилось наблюдать подобную двойную игру. Экспрессин вспоминает успех и крах инженера Бориса Онищенко. Сначала он был героем детей и уважаемым спортсменом, а затем стал презираемым и всем ненавистным мошенником. Он был настоящим джентльменом. Национальным героем Советского Союза, фотографии которого собирали советские дети. Инженером, уважаемым спортсменом, страшным соперником. Но героическая слава Бориса Онищенко совершенно померкла после мошенничества в Монреале в 1976 году, когда разразился, вероятно, самый громкий скандал за всю историю Олимпийских игр. Украинец Онищенко был майором советской армии и выдающимся спортсменом. Вместе с Павлом Ледневым и Владимиром Шмелевым он завоевал золото в командном современном пятиборе на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году и получил титул заслуженного мастера спорта Советского Союза. А в 1970-е годы это была главная награда. Какой советский спортсмен вообще мог удостоиться на родине? А затем наступил 1976 год. Время соревнований по современному пятиборю в Монреале. И в этот момент жизнь Онищенко в корне изменилась. Перед турниром по фехтованию Советский Союз занимал в командном турнире четвертое место. Фехтование, запланированное на второй день соревнований, то есть 19 июня 1976 года, все считали главной советской дисциплиной. Британские друзья стали причиной его краха к падению Онищенко подвели упрямые британцы. Сначала он с легкостью победил Дэнни Найтингейла, данный Никтингали. Но в следующем поединке его противник Адриан Паркер, Адриан Паркер, почуял неладное. Система зарегистрировала попадание советского спортсмена. Однако Паркер не представлял, как это могло произойти. Мы обратились к судьям, и они осмотрели его экипировку. Но ничего не нашли и признали попадание, рассказал капитан британской команды Майк Праутфуд. Микки Праутфа от газеты «Ты Гуардиан». В тот раз Онищенко вышел сухим из воды. Но третьего противника британцу он не пережил. Ветеран спорта Джим Фокс, имфокс, соперничал с Онищенко уже почти два десятилетия. Он считал советского спортсмена своим другом. Фокс изучил поединок Онищенко со своим соотечественником Паркером и заметил странную вещь. Борису Онищенко засчитали попадание. Хотя его рапира прошла в сантиметре от противника, то же самое случилось и во время нашего поединка. Я уклонился от него, когда это произошло. Я сказал, здесь какая-то ошибка, с чем согласился и сам Борис, рассказывал Джим Фокс. На Онищенко напала волейбольная команда Онищенко попытался сменить оружие, но Фокс был не согласен. Не то чтобы он думал, что его друг жульничает, просто он полагал, что все дело в какой-то пустячной неполадке, которую можно исправить. Однако при осмотре рапира было сделано открытие, которое потрясло весь спортивный мир. Онищенко установил в рапиру кнопку, которая позволяла имитировать попадание в любой момент. В рапиру была вмонтирована скрытая система проводов, спрятанная под слоем кожи, и обнаружить ее удалось, только когда оружие разобрали. Онищенко тут же вышвырнули с Олимпийских игр. Соотечественники были просто в ярости. Российская волейбольная команда даже попыталась выбросить Онищенко из окна в Олимпийской деревне. В ту же ночь Онищенко забрала машину и отвезла в аэропорт. После этого Джим Фокс с британскими товарищами по команде выиграл золото в современном пятиборье. Это до сих пор считается выдающимся достижением в истории британского спорта. Но Фокс все равно был не совсем удовлетворен. Он защищал СССР и даже друга Бориса Онищенко. Это трагедия. И для самого Бориса в особенности. Я совершенно убежден, что его товарищи по команде не имели к этому ни малейшего отношения. Это не было систематическим мошенничеством. В Москве Онищенко обругал Леонид Брежнев. Фокс считал, что Онищенко пострадал из-за тяжелой политической атмосферы. От спортсменов слишком жестко требовали победы. Мы просто раздавлены, я страдаю вместе с русскими. Мы обычно пили вместе пиво после соревнований. Это был такой спорт. Выходя из зала после разоблачения, он остановился возле меня и попросил прощения. После Олимпийских игр 1976 года светлому будущему Борису Онищенко наступил конец. Прежде в армии его ожидало повышение, а в Министерстве спорта – престижная должность. Но вместо этого его предали всеобщему поруганию. Онищенко тут же отправили в Москву, где он получил персональную выволочку от самого лидера Советского Союза Леонида Брежнева. Его выгнали из армии и заставили выплатить штраф в 5000 рублей. Кроме того, его лишили всех спортивных наград и почетных званий. О том, что случилось с Онищенко дальше, есть разная информация. В британских газетах писали, что после скандала в 1976 году он работал таксистом в родном городе Киеве. По данным украинской газеты «Молодая Украина», в 1977 году Онищенко стал руководителем нового спортивно-тренировочного центра при Олимпийском стадионе в Киеве. Эту должность он занимал более 30 лет, после чего отправился на пенсию. Сейчас Борису Онищенко в 1982 году, и он ни разу прилюдно не высказывался об этом скандале, ставшем одним из величайших в истории современного спорта. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.